Здравствуйте! Начинать? Ну подожди, во-первых. Подожди, ну пусть начинаешь. Давай мы, во-первых, на тебя посмотрим, как следует. Вот и посмотришь, пусть начинай. Значит, ты в курсе-то, да? Что надо на основании прочитанного создать мини-спектакль. А, спектакль? Да, чтобы и руки у нас, и мимика, и все, участвовало, во-первых. Во-вторых, приветствуется отступление лирическое. Если добавишь что-то своего, какую-то там изюминку. Давай будет комедия. Вот сейчас вот все, что ты будешь рассказывать, будет в жанре комедии. А мне только здесь, да, стоять? Никуда больше нельзя отходить. Ну можешь маленько-то подвигаться чуть-чуть. Ну, только уж не по всей бегать, а то камера не успеется тобой. Успеет, что-то нормально. Успеет? Тогда бегай. Тогда бегай. Чего ты сразу комедия? Зачем ты ограничиваешь? В общем, что захочешь. Так, да? Что это за жанр? Честник Кудычко. Сейчас я вспоминаю, что делает эта фабрика. Здравствуйте. Я хотела бы прорекламировать вам сейчас мебельную фабрику кухни «Мария». Как известно, каждая женщина любит готовить. И место, где она проводит большую часть своего времени – это кухня. И наш замечательный спонсор, мебельная фабрика «Мария» предлагает широкий выбор комплектующих, составляющих частей для кухни. Эта мебель изготавливается в Италии, а как известно, у итальянцев отличный вкус. Широкий выбор представлен и оттенков. То есть каждая женщина может найти себе светлую, тёмную палитру и создать своё пространство, в котором она работает, творит для своей семьи, для любимого мужчины, для друга, просто для своих друзей. Она будет... Вы так серьёзно на меня смотрите просто. Смотрите серьёзно. Давайте всё серьёзно смотреть. Значит, на самом деле у меня дома стоит тоже мебель от этой кухни, мама заказывала. Очень хорошая кухня, я рекомендую. Да, начинаете. Мне кажется, хорошо. Просто мне дали буквально на 2 секунды и сказали идти. А вот в этом и сложное задание, ты понимаешь? Это есть, да? Да, конечно. Но ты, я считаю, справилась. Мне кажется, очень хорошо. Такого мы давненько не видели. Спасибо. А это были кухни Мария в стиле фэшн ТВ? Нет, это были кухни Мария, мода в вашем доме. Ага. Вот, как-то так. Здорово вообще. Это было чё, как-то пританцовывая. Ну да. Вы не танцуете? Я танцую. А, понятно. У нас они все танцуют. А, так фитнес-инструктор. Ну да. Вместе занимаемся спортом? Да, мы вместе занимаемся в резиденции спорта. Я не могу не спросить. Поэтому придется ее взять. Станцуйте, пожалуйста. Ну, конечно, вы это покажете по телевизору, а они будут смотреть это обязательно. Подождите, вы же инструктор. Вам же нужно... А вы зачем приседаете? Конечно, чтобы по телевизору все показали. Да. Или нет? Вам нужны какие-то новые клиенты? Да. Я вообще такой человек, который любит открывать для себя что-то новое. Помимо того, что я работаю фитнес-инструктором в резиденции спорта... Не важно, где и дальше. Еще также я являюсь руководителем студии современного танца. И моя жизнь связана с танцами, с различными поездками, с работой. Я просто видел. А он просто видел. А он просто видел. А он, может быть, не просто видел, я тут смотрю уже. Ну, так что? Будем танцевать, а музыка-то есть. Выходите, Роман, тоже теперь уже. Все раз вы вместе занимаетесь. Да. Что, у нас музыка-то будет или так? Может, что-нибудь напоете? Ой. Тут это ваша задача напевать. Танец – это главный ритм. Давайте мой ритм зададим какой-нибудь. Ох! Так вот режиссер с вас ходит, наверное. Ну, какой-то глупой ритм, какой-то даже незажигательный. А какой надо? Ну хоть что-нибудь. Та-та-та-та-там, ту-та-та-та-там, ту-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Да, извиняюсь, барабанчик, никакой. Сейчас. И, в конце концов, это не у нас кастинг, а у вас. Так что давай. Пусть в голове звучит. А так я уже потанцевала, нет? Вот это все? Это вот этим восхищались романом. Ой, я не пойду к вам, нет. Я видел уши. Ну нет, просто без музыки очень сложно работать. Ладно, поверим. Может, с телефона? Поверим. О, с телефона, давай. Ой, у меня телефон там, мне не разрешили сюда ничего брать. У вас с этого оператора вы смотрели? Ютел. Ютел. А у вас телефон? А Ютел? Между прочим, когда мне смылось 18 лет, я пришла и зарегистрировалась у этого оператора. И вот сколько уже, 25 лет уже, вот 9 мая будет ровно, как я, пользователь этой сети, и никаких других телефонов у меня нет. А вот Ютел и Ростелеком, как вы думаете, одно и то же? Да, конечно. Просто вот не каждый знает рождение. Ну, просто я когда плачу в автомате, то видно Ютел и Ростелеком, поэтому я поняла, что это одно и то же. Ну что, отпустим Дашу. Хорошо. Всего доброго. До свидания. Конфетку, конфетку должна взять. Не, нельзя инструкторам есть конфеты. Хотя нет, эти можно. Эти можно. Эти можно, конфеты Ростелеком. Тем более, еще нет трех часов, до трех можно кушать.